Цифровая экономика и переработка ТБО, послания президента и волонтерские движения. Широкий круг вопросов волнует старшеклассников Щелковской гимназии. Получить на них ответы ребята смогли во время встречи с депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным. Проект «Пять вопросов депутату» реализуется в Щелковском районе уже второй год и позволяет молодежи узнать больше о социально-экономическом развитии их малой родины, Подмосковья, да и всей страны. Как Московская областная дума будет реализовывать закон, подписанный президентом, о раздельном сборе отходов и какие перспективы есть в Московской области в этом направлении? Мы внесли все изменения в соответствии с федеральным законом в свое законодательство. Осталось это реализовать на практике. В ноябре прошлого года утверждена схема размещения объектов по утилизации твердых бытовых отходов. По словам депутата, такая схема предполагает прежде всего двухфракционный сбор мусора, который сейчас действует в тестовом режиме и станет обязательным с января 2019 года. Это необходимо для переработки ТБО. Интересовали старшеклассников и современные направления экономики. Я знаю, что недавно в Государственной думе проходили парламентские слушания по поводу цифровой экономики. Скажите, проводятся ли подобные слушания в Мособлдуме и что вообще думает Мособлдума по этому поводу? Высокая прибавочная стоимость, которую дает цифровая экономика, является основой прогресса в росте бюджетов всех уровней. Высвобождается достаточно большое количество рабочей силы, которая перенацелена, как и в развитых странах, на социальную, на малый бизнес, то есть на создание условий для комфортного проживания. Вот это главная стратегическая задача до 2025 года. Мои коллеги принимают участие в этих слушаниях в Государственной думе. Понятно, что мы здесь организуем такие же обсуждения. Форма у нас – это открытая трибуна, парламентские слушания, круглые столы. Вопрос ребят касался развития цифровой экономики в России. Неудивительно, что молодежь интересует перспективное экономическое направление, ведь Щелковская гимназия оснащена самой современной техникой. Так что у выпускников есть все шансы стать специалистами в сфере IT-индустрии. Также депутат рассказал о внедрении инновационных технологий в отрасль промышленности. Больше всего меня интересовали все-таки наша инфраструктура и, возможно, фабрики, потому что мое будущее направление тесно связано с химической продукцией, и именно места работы очень важны для меня. 2018 объявлен президентом Годом добровольца. Активно к созданию волонтерских движений присоединится и Московская область, особенно молодежь. «Безусловно, меня очень интересовал вопрос о молодежных движениях, о волонтерстве, и, в принципе, я получила ответ на свой вопрос, но, опять же, будем ждать уже именно программу, как бы нам сказали, и дальнейших действий». «Чувствуется, что ребята подготовлены, и их волнуют, ну, казалось бы, такие не детские, не юношеские вопросы, а достаточно серьезные». Щелковская гимназия участвует в проекте «Пять вопросов депутата» уже второй раз и планирует поддерживать его в дальнейшем. Помимо встречи с молодежью, Владимир Шапкин пообщался с педагогическим коллективом, также обсудив несколько актуальных для Щелковского района тем. Александра Гранич, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково». «Щелково». «Т mission входит в виду располстройку корпуса преимуzelf множественно» «Пять Forward» «Отецена вверх!»